здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале сегодняшнем видео у меня будет обзор двух посылок с новыми орхидеями это подарок супруга на нашу годовщину а также ко дню валентина правда приехали немножко с опозданием но это не главное начну вот с этой с первой коробки здесь как всегда мешочек утеплитель также я заказала субстрат для апофеопедилумов уже готовый тут можете видеть кора перлит мох сфагнум тут также было написано что со всякими микроэлементами и с добавлением уже кальция как раз не нужно будет пересадить парочку вот решила попробовать вот пять литров здесь 5 литров так дальше что же у нас там еще но как всегда конечно но всякая реклама так а это что это по моему шоу да вот она будет 3 марта по моему или петнет 1 марта так это у нас журнал ой как я люблю такие журналы так это я наверное уже вечерком сяду и так и основательно все просмотрю тут дендробиумы разновидности с описанием так что вот такой вот журнал и здесь вот такая у нас красота это помада валькириана точно так что ну вот тоже приятно такой небольшой бонус ну а в этой коробке как я поняла уже находятся сами растения я как всегда распакую и потом мы вместе с вами их посмотрим распаковала я свои орхидейки и что вы думаете друзья мои меня тут ждал сюрприз и он оказался не из приятных я решила начать с этой малютки он том что немножко за нее переживала раскрыла бумагу и вуаля моя миниатюра с белой брошкой ужас первый раз заказываю в этой теплицы и вот так неприятно у меня оказался под рукой карандаш я взяла кончиком хотела снять этого мучнистого червеца и он как-то сам отвалился мертвых что ли был не знаю но вот эта белая паутинка осталась вот название это гастрокайлус ретро калус я думаю все ее знают вот так вот на первый взгляд смотришь вроде бы растение такое живенькое да вот в пазухах я так просмотрела больше нигде ничего не было мне обнаружено единственное вот вот это вот пятнышко как я уже сказала как брошка сидела на орхидеи кошмар да очень и очень конечно жаль я думаю что больше я у них заказывать точно не буду растение как я сказала уже взрослая очень много цветоносиков вот посмотрите так по моему два или три она считала но нижние листики что желтые это не проблема они постепенно отомрут но это орхидея естественно будет срочном порядке обрабатываться так а вот они вот раз два и вот там он третий но единственное что она такая маленькая что это будет немножко сложно то что надо будет залезть абсолютно во все пазухи но ничего постараться надо и вторая орхидея это бульбофиллум вы такой вот красавчик выглядит растение очень хорошо единственное что вы тут вот был засохший цветонос который я не поняла от какой бульбы был ну ладно это уже не самое главное это совсем не важно главное чтобы растение было здорово на первый взгляд здесь все чисто листики чистенькие бульбочки тоже чистенькие но естественно эти растения из одной теплицы и оба они будут подвергнуты обработкам и карантин как минимум три недели потому что коллекция у меня чистая я систематически ее обрабатываю и сюрпризы мне не нужны а вот эта теплица коп а вот и название самой орхидеи это кросс а лобби на фрости очень красивые у него цветочки если я не ошибаюсь по моему у леночки из баку он есть в коллекции и он у нее цвел вот такой вот бульбофиллум это тепличный мох который меня никогда не приживается засыхает спустя некоторое время но бульбы налитые листики так выглядят хорошо тургор есть корни корешки тоже есть хотя и закупленные но это все неважно главное чтобы растение было здоровым а с остальным я думаю мы справимся но вот они мои приобретения из теплицы коп правда вот с таким вот сюрпризом но что поделаешь сюрпризы не всегда бывают приятными а сейчас вместе с вами посмотрим тоже во второй посылке вторая посылка от швертера вот такая вот упаковка здесь два растения и я тоже их распакую и покажу вам они вот эти две орхидеи которые я заказала швертера это фаленопсис и котлея начну пожалуй вот с фаленопсиса это всем известный cross money black нашли риана он очень популярен в последнее время и растение действительно очень хорошего качества мог просушен корешки отличные шейка все в порядке единственное что листья у этого фаленопсиса должны быть серого цвета но мой приехал вот такой крапление присутствуют как бы вам так получше показать свет падает но конечно до светения этому растению я думаю год-полтора как минимум но уж очень не хотелось этот гибрид именно из-за его расцветки вернее за расцветки его листьев но вот приехал такой экземпляр вот тут горешок молодой идет в общем я растением очень довольна такие вот замечательные листики размер сами можете видеть на фоне моей руки но вот сейчас я немножко поправила камеру хотя серого здесь абсолютно ничего нет они действительно зеленые ну да ладно посмотрим что из этого вырастет и котлея сейчас покажу вам ее название это котлея сибрис у него очень красивые цветы пример цветения я как всегда ставлю это же кустик в принципе довольно неплохой единственное что ее я буду обязательно пересаживать потому что мог тут совсем старенький но все в порядке с этой котлея листья тургорит всегда бульбы надутые так что будем растить и ждать цветения и я так поняла что она еще не цвела ну такой знаете неплохой кустик я думаю может быть через несколько месяцев она и зацветет вырастет свои новые росты вот они такие надутые тоже отличный экземпляр вот новый рост он намного больше предыдущих так что вот такой кустик на фоне моей руки можете видеть размер этим растением я тоже очень довольна тоже обязательно эти орхидеи будут обрабатываться для профилактики немножко постоят на карантине и потом уже по определю на постоянное место жительства так где-то я здесь видела да вот почечка на это псевдопу а то здесь тоже так что две набухшие почки у нас есть как раз я ее пересажу и она уже будет укореняться в новом горшочке с новым субстратом так что вот такая вот неплохая котлейка да пополнила мою коллекцию а также решила попробовать вот такое вот средство она скорее всего профилактическая она гомеопатическая здесь никакой химии нет для поддержания растения и защиты его от всяких вредителей клещей и так далее это уже готовый раствор пользоваться им нужно каждые 4-6 недель она также поддерживает здоровье растений жизнеспособность способствует регенерации тканей здесь есть такие микроэлементы к вернее минералы как калий кальций железо магний фосфор и если я не ошибаюсь такие микроэлементы как бор медь марганец ну в общем средство должно быть в принципе неплохое вот здесь 500 миллилитров вот этот распылитель просто его вставляешь и обрабатываешь растение ну я думаю никакого вреда от этого не будет даже наоборот хотя если какая-то бяка присутствует на орхидее я не думаю что она поможет его вылечить тут уже нужна убойная сила и химия ну вот такой вот для профилактики в принципе почему бы и нет можно попробовать ну вот дорогие друзья были вот такие были мои приобретения мои подарки а на этом наверно уже буду с вами прощаться спасибо что были со мной желаю всем отличного настроения здоровья и цветения вашим растениям до новых встреч